Согласно приказу Министерства здравоохранения и Министерства труда и социального развития Краснодарского края с целью организации доступности медицинской помощи и повышения профилактики заболевания у людей пожилого возраста во всех районах созданы мобильные бригады, которые доставляют жителей даже самых отдаленных хуторов в районные больницы для прохождения полного медицинского обследования. Как эта работа построена в Славянском районе смотрите в следующем материале выпуска. Еженедельно по вторникам специалисты Славянского комплексного центра социального обслуживания населения на микроавтобусе доставляют сельских жителей старше 65 лет в центральную районную больницу. Разработан график, согласно которому все жители, желающие проверить свое здоровье, но живущие далеко от районного центра, получат возможность пройти медицинское обследование. Обзваниваются все фельдшеры-акушерские пункты и фельдшеры задействованы в этом. Они предоставляют нам список желающих поехать на обследование. Мы приезжаем, забираем их, привозим, проходим обследование и везем их обратно. В день, когда снимался сюжет, Славянский центр здоровья посетили жители хутора Сербин. Приехало более 10 человек. Пожилые люди сдали анализ крови на сахар и холестерин, сделали электрокардиограмму и флюорографию, измерили внутриглазное давление. Им рассчитали индекс массы тела, а также проконсультировали врачи, терапевт и стоматолог. Обследование проходило организованно в сопровождении социального работника. Приехали, зарегистрировали нас, проходим всех врачей здесь. Если бы не этот выезд, так бы никуда не поехали. Так бы не поехали, да, потому что не знаю, не хочется. И действительно, не каждый пожилой человек захочет лишний раз ехать в больницу. Добираться долго, на прием записываться нужно заранее, как и брать направление на анализы. И совсем другое дело, когда посещение организовано сопровождением на каждом этапе обследования. О графике таких выездов можно узнать в фельдшерско-акушерском пункте по месту жительства или по телефону Славинского комплексного центра социального обслуживания населения 9-12-08. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Спасибо.